Девушки отдыхают Губастого, короче С наступающимся, друзья Привет, ребята С Новым годом, желаю вам счастья Любви, здоровья Семейного благополучия Это то, чего у нас нет С Мишей Терехиным Чтобы наш президент не менялся В следующем году хотя бы опять Хотя бы еще лет 20 Да Я имею ввиду внешний В этом смысле Слушайте, ребят Это Михаил Это Рустам И все, о чем вам интересно Ну, конечно же, ребятки Мы поговорим О чем-то очень важном Прямо сейчас Сейчас я отгибаю телефон Важное, вот важное, посмотри Вот что у нас важное Новостной полосин Ну что-то я вот Тут целый день думал И теперь мне спорят Так По ком же хотел По По ком звонит Холокол Знаете, пока Из самого актуального Это, конечно Если мы берем нашу тему Домовскую Из которой Миша Вот ты меня, конечно Посадил тоже Давай меньше тебе Вот так обзорчик Давай чуть-чуть Давай одно Все хотят на меня Смотреть Зато потом Когда будут просматривать Вот эти все Будут на мне А ты будешь С лицом таким Точно? Ты будешь сказать Мне сейчас Зато потом Будешь сидеть Буду в этих Смс Правда? Охренеть А можно без СМС? СМС-ки нужны Ребяточки Слушайте Знаете, что я хочу сказать Во-первых Глеб ушел С проекта Это действительно так Сейчас мы быстренько У нас эфира будет До 40 минут 35 минут Ребят Самых свежих новостей И нашего троллинга С Тверехиным Я вам обещаю Глеб ушел Глеб ушел Или его ушли Скажем так Как ты считаешь? Я, конечно, знаю все Абсолютно все Из первого Но все Говорить не будем Есть цензура Есть цензура Есть Роскомнадзор Который запрещает Говорить все Ребят Но Я вчера виделся С Тверехиным Вы могли у меня В моем инстаграме Солнцефростам Нижнее подчеркивание Видеть Вы могли Видеть Нашу совместную фотографию Мы видели Вчера Ранним утром Глеб Не все Рассказал На самом деле Ну Но самое главное Что он рассказал Он хотел Вернуться К жене А жена Его на порог Не пускает Не пускает Он уже два дня Бьется к Ольге Это правда Это правда Где-то два часа назад Я ему писал Ватсапе Глебушка Как дела Что ты делаешь Он живет В гостишке На юго-западной Ребята Никакой Ольге Нет уфами Она действительно Его посылает Наша общая подруга Криска Дерябина Мне вообще говорит Что Не будет Никакого Насоединения Но мне почему-то кажется Что Ольга Она Глебу примет Даже Давайте Вот может быть У кого-то есть Какой-нибудь Уголочек Местечка Куда можно поселить Глеба Лавочка Да Пишите С полотенчиком Напишите Рустам Напишите мне В директ Напишите мне Миша Миша Напишите Глеб обустроен Предлагать Москву И Московскую область Сейчас на полном серьезе Ребят Я Глеба Сегодня звал К нам Прямой эфир Ребят Звал Я сказал Что наши зрители Могут дать тебе совет Тебя может кто-то приклеить Какая-то девчонка С хорошей миссисюлей С отличным пирожком Понимаете И будет Глеб вообще при ней Хотя бы пару недель Пока не надоест Есть такая Пишите Ребята Пишите Потому Глеб Да Ну что ни такое Я сытый должен ехать Да подожди Миша Стоп Ты жрун тот еще Ты эту бабу объешь Так что у нее ничего вообще нет Объешь Это вообще Слушайте Вот ребята Что делать с этими проклятыми натуралами Я даже не знаю Понимаете Ну так вот Ребят Любимые Пожалуйста Больше лайков Ребят Я надеюсь Вы всем своим друзьям Отписались Что мы сейчас в прямом эфире Для того Чтоб вы у нас Вы у нас были На вас было больше Больше и больше Для того Чтоб нас потом Губы Это твои что ли Он накачал Нет конечно Я качаю банки А Руси качает губы Но Хрену бы я качать Я считаю Что это все логично Абсолютно Скотина Мишка знает Что ничего Все свое родное Слушайте Это так Это так он шутит Ребят Слушайте Еще вот что Что я вам хотел сказать Дорогие Значит Краснодар Меня зовут Да Кстати Да Вот туда его Подальше Отсюда От Москвы Краснодар Но я сразу предупреждаю Что он живет Где-то 7-8 раз в день Привет Вот такими вот Кучками Ребят Поэтому Вот Вы когда зовете Вы реально Оцениваете Свои возможности Да Вот горизонт Своих возможностей Оцениваете Потому что Это жерло Ребят Понимаете Да Ненасытное Посмотрите Он только что Скомячил бургер Вот такой Да Который я Ходил Ему еще Заказывал Мол того Я ему Салфеточки Принем Вот это вот Сытая морда Еще и утерлась Ну так вот Ребят Кстати Вопрос Как вам Моя борода Я решил Борода Отпустить Быстро Отпишитесь Прям Там В 3 секунды В Латвию Ко мне В ресторан Тебя в Латвии Даже зовут Латвия В Латвии Любимая Любимая Латвия Здравствуйте Евгеньевич Я помню тот момент Это было года 3 или 4 назад Да Когда Глебу так же выгнали Он такой подходит Говорит Миша Я Проект Все Меня предупреждал Шеф-редактор Предупреждал Я все равно Поехал Я все равно Нажрался Меня выгнали И что ты думаешь По большому счету Иногда Все что не делается Все к лучшему После того случая Он уехал Там куда В Корею Или еще куда Там нашел Эту Олю Олю Женился Они поженились Родился ребенок У них И они И они уже пришли Как семья на проекте Может быть Сейчас Пришла пора Опять Выгнали Для того Чтобы Он воссоединился Не воссоединился Опять сделал Что-то Новое Полезное Новую семью И нового ребенка Ну Это как вариант Я считаю Что Это лучше Чем сидеть Там И Когда тебе говорят Глеб Ты мне нравишься Но как Друг Я не могу На это Русь Я понимаю Что ты Примен Это слышишь Как это Я привык Я сейчас Вот Миша Не провоцируй меня Иначе я тебе расскажу Все От меня Я же тебе всегда говорю Ты мне нравишься Ну как Друг Скотина Это такая Скотина Просто Он никогда Мне не говорит Он мне одни гадости Пишет С самого утра Хочу пожаловаться Ты мне нравишься Ты мне нравишься А ты можешь На мне показать Я даже Я могу Меня сразу Воротит Слушайте Смотрите Что я вам хочу Рассказать Опять же Миш Я вчера Разговаривал С Глебом Причина Проект Устал Устал Что бы Прямо Хахми Ужас Вкусил Он уже взрослый человек Он взрослый ему за 30 лет Ребят Пожалуйста Ребят Кто там пишет Что мы два Дебила Пожалуйста Я уже прочел И Миша прочел Напишите А я прочел И вот про то Что там два Пидараса Тоже Я лично Уже прочел Ребят Пишите что-нибудь новое Чтобы мы могли Это зачитывать Ребят Потому что Больше я это читать Не буду Обращать внимание Я тоже на это не буду Вы же у нас умники Благоразумники Вы самые лучшие Вы самые кайфовные Поэтому приветики Мы до сих пор Приветики Вот Вы самые крутые Пишите что-нибудь Крутое Ребят Ну пожалуйста Я же Я же вот с вами Уже Вот скоро 15 лет Как вот С дома 2 Я вот с вами Понимаете Никуда от вас Не удиваюсь Постоянно Я вас Немножко воспитываю Как раз Заслуженный Какой Я уже Заслуженный Да Уже Заслуженный Этой страны Понимаете Ребят Я вас очень Прошу Ну будьте Вот Пожалуйста Будьте Будьте Хоть немножко Затейливыми Будьте Крутыми Чтоб я Вот знал За что Я вас люблю Ребят Вот Спасибо Тебе розовый Значит смотрите Ребят Смотрите что еще Глеб в самом деле ушел Собрал чемоданы Ушел Прощания даже не было Вы Что мне вчера Рассказал Глеб Тут еще одна новость Она касается Андрея Черкасова Я не знаю Насколько Глеб сказал мне Вчера правду Или насколько я понял Его правильно Но дело в том Что после разговора С Андреем Черкасовым Который у него был Тоже Не далее чем Три дня назад Андрей В котором Андрей Ему сказал Что Андрей Нет 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 Я думал Да Ну он по крайней мере Би хотя Нет ребят Я пошутил Кстати Андрей Андреем Я знаю Что ВДВшник А ВДВшники ВДВшники Водовили Все Все Дальше не продолжай Значит смотрите Ребят Что мне сказал Глеб Про Андрея Оказывается Андрей Тоже Уходит С проекта И он А я тебе сказал Об этом человеке Или нет Забыл Забыл сказать Мне кажется Мне дорогу Туда Прямо Выстраивают Выстраивают Красный Красный Прям туда Вот налобная Чтоб ты зашел Ворота открылись Ты зашел И Ксюха тебя Вординарил Нормально Да Идем Нормально Работаем Ребят Да Спасибо Что вы знаете Итак Что Андрюха Черкасов Тоже уходит Он якобы Приехал Он будет на ОРТ Вести теперь Программу Время Да Он будет на Первом ОРТ Канала давно нет Есть первый канал И Андрюха Черкасов Говорят На первом канале Будет вести Программу Которая называется Первый анал Ну хорошо Тогда если уже Если уже Если уже Кирюхин сходит с ума То передача Которую будет вести Андрюха Черкасов На первом канале Будет называться Манда Ивана Слушайте ребят Но Про то что Черкас Действительно Уходит Он приезжал Собирать вещи Об этом Мне сказал Глеб И сейчас Я вам это Расскажу Вот сейчас Это полный эксклюзив Вот вы узнаете Полный Полнейший эксклюзив Вообще Посмотрите Сейчас На кого похож Какой же он Сексуалет 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 Отметил И она ему Послала В директ Сердечко Олеся Кафельникова Прислала мне В директ Сердечко А может Это Евгений Кафельников Тебе прислал От ее имени А Борис Моисеев Мне не прислал В директ Сердечко Твой Пак Может Все таки Слушайте Ребят Максимка Ты так сильно Не огляйся Передо мной Потому что Понимаешь Да Спасибо Родной Спасибо Слушайте Ребят Значит Кстати говоря Наш Сегодняшний Как ты уже Даже вот Полэкрана Ты уже Даже за пол Этого экрана Перевалим А если вот Длинное сообщение Ты будешь Сюда вылезать Это точно Да Я вот Главное Чтобы я вот Сюда не влез Понимаете Слушайте Ребят Значит Смотрите Что я вам Хочу сказать Это Бомонт Лаунж Лаунж Господи Бомонт Лаунж Никольская 25 5 минут От Кремля Какой Какой Вот просто покажу Вот Это там Детский мир У нас Ну вот там Я бы показал Ёлочка Которая главная Практически Стоит Ёлка У нас Долубянки А вот Детский Из тот Самый Центральный Магазин А вот Большой Театр Зум Все Прям Вот Все Под коком Были бы Папки Как говорится По Моунт Лаунж Ребят Никольская 25 Пятый этаж Здесь Всегда Сбердер Здесь Постоянно Арсюха Сидит Сын Валерий Маленький Такой Хрупкий Пианист Я понимаю Что я в него Вылюбил Ты вот А вот У тебя что Нет Не реализуется Да Так Ребят Вы здесь А мы не можем читать Перевернуться Когда ты перевернулся А почему Надо Наверное Включить режим Другой Меж Какой режим Вот этот Меж Автоповорот Да Поворачиваем Вот Теперь Все Вот Здесь Я же говорил Тебе Надо через Мой Заходить Смотри Какой экран Дальше Ребята Любимые Еще раз Повторяю Проблемы Вы здесь Давайте Лайки Лайки Что-то Пишите Потому что Мы Очень Стучали Мы Не могли Войти В эфир Сегодня Уже Вторник Мы Не можем Войти В эфир То Терехин То Не Доедет То Переедет То Он Переел Дома Ему Плохо Понимаете Да Но Ехать Он Не Может Вы Знаете Что Миша Терехин Живет В Выселках Вообще Это Я Центр Древний Чулков 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 Да Вот И Леся Леся Кательникова Напоминаю Лятнула Что-то Перископ О том Что Она Устала От Хейтеров От Этой Мрачной Погоды И Вообще Она Ненавидит Россию Леся Маленькая Девочка Она Имеет Право На Любое Маленькое Маленькое Девочке Мнение Любое Совершенствование Ее Тут же Стали Депутаты Всякие А я Считаю Что Нет Ну Что Она Во-первых Ты Знаешь У нее Баба Заменито Тенеси Самый Первый Выиграла Ролан Горос То То Это От Ролан Франции Потом Потом Чемпионат Баба Фон Чемпионат Баба Фрости Нет Выиграл Олимпист Игры По Теннису Он Был Мега Крут Ну Причем Тут Олеся Которая Просто Матери Олеся Позорит Каким Образум Высказывай Что Ее Отец Жизнь Выступал За Россию И Прославлял Россию А Какая Это Мелкая Девчуля Говорит Я Ненавижу Россию Ту За Которым Мой Отец Проливал Кровь И Пост На Корт Какой Еще Кровь Проливал Как Ты Думал Моги Кровь Сбирал Ну Наверное Меж Все Так Болели За Нему А Она Говорит О Они Поговорили И Теперь Мы Стали говорить О Олесе Катеньковой Стали Да Когда Всегда Говорим О А теперь Она Сказала Я Ненавижу Россию И Даже Отметил Ее В Инстаграм Маленькое Сердечко Маленькое Сердечко Миша Слава Богу Что она не прислала Маленький Писюнчик Пошел В черту Солнце Слава Богу Поэтому Ребята Леся Катенькова Может говорить Все что она хочет Наше дело Ее послушать И сделать Свои выводы И вообще Я считаю Что Леся Катенькова Вырастет И сама Сделает Вот эти выводы У нее есть Папа Мама Папа С мамой Должны Сколько уже Леся Катеньковой Может быть И что Миша Уже В 18 лет Парни Служат За ту же саму Россию А девчуля Зажиточная Мне не нравится Россия Россия Говно И мы должны Исписывать Уже В 19 лет Есть герои Россия Которые В свою жизнь В этой войне Остали Миша Олесик Говорит Такая Сидит Там Бакши Да Я тебя Поддержу Весь Нет Я Был бы Сталин Расстрелял бы Кого Миша 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 Что ты несешь Такое Ребята Ты не согласен со мной Нет 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 Миша Ты ужасный человек Я ужасный человек Ты вот взрослый И если не покрываешь Ты даже хуже Чем Леся Катенькова Да Я то уж точно Хуже чем Леся Катенькова Ребята Ты видишь по весь экран Еще плюс ко всему Слушайте еще милые мои Значит по Лесе Катеньковой Давайте сейчас мнение Миша Молодец Ну что Дальше Про Катенькова Думаете неинтересно Ребята Был бы Сталин Он бы нас с тобой расстрелял Мишу Миша Охребеть Я не слона Саечка Как это ты не знаешь Лесе Катенькова Известнейшая модель В тебе она модель Миша Красавица В общем Красавица Миша Миша У меня вот таких красавцев Знаешь сколько Тут у меня на супер Дальше Ну вот я и хотел Сказать Да Что той парашют Ходит Таких как Миша В старых кольцовах Дальше Прогусевых Что прогусевых вам сказать Видно А то вы ничего не знаете Антоша с Викулей, она очень, как бы вам видеть, она очень, знаете, такая вот, она душевненькая. Вот мне сегодня Сашка Матурация звонил из Майами и говорит, судя по фотографиям, она говорит, у нее что? Я говорю, да с ней все в порядке с этой девочкой. Он правда так сказал, мир? Ну, а с ней что-то. Ну, что с ней, по-твоему? Что с Романец, что? Да, ярочка какая-то такая вот, как будто из-под коровы. Ребята, я могу сказать про эту ситуацию. Эта ситуация была интересна лишь тогда, когда Антон уходил от Жени. Кому он уходил? Это похеру. Вот самое интересное, вот эта ситуация, Антон ушел от Жени. Здесь центральное звено это Жени, а все это прикрепательные. Вот кто-нибудь, что там с ней происходит, это будет интересно. А дальнейшая вот эта история Антона и Виктория уже не интересна. Она уже не интересна, а у них все, что там с ней, вот они спрашивают, что с ними, а ты, а что с ними, они чего с ними, все живут? Да, Романец, вот тварь, ты их. А Бузова как? Да как Бузова? Показать вам, как Бузова? Я вам сейчас покажу, ребятам. Сейчас. Бузова, Бузова последние три дня. Первое. Второе. Там айфот. Скажите, айфон только выиграл, только на айфонах разыграл. И это Бузова. И каждый раз у Ольги такой взгляд сексуально-жалостный. Понимаете, да? Так, чтобы жалость была к ней и секс. Я вообще за. Я вообще очень люблю Бузову. Ну, и я даже, кстати, пересилил себя и посмотрел этот видосик, где она показывает свой пирожочек. Лысенький, да? Ой, Мишка, там так сладенько. Аккуратненько. Очень хорошо. Просто. Как будто не тронутая. Милашка такая. Это же Бузова. Она шикарна. Мне очень, мне очень, да, мне очень, конечно, не хватает чего-нибудь такого. У Аленки Ваданаевой. И еще. Да, как у Аленки вот такой. Закрытая у Аленки, как роза. Как роза. Да, кстати, давайте обсудим. Значит, если у Аленки Ваданаевой, как Мишка говорит, роза, там роза. Раскрытый бутончик такой. А у Бузовой мы видели. У Ольки такой лысенький, хорошенький, кулепячка такая. Ух, такая набритая вся. Так быть, только... Обожаю. Я обожаю вагину Ольки Бузовой. Я вам честно хочу сказать. Миша, вот ты можешь то же самое сказать о вагине Ольки Бузовой, что ты ее обожаешь? Ну, это как бы спорный вопрос. Спорный? Спорный? Нет, я не такой фантазер, как ты. Если как бы все в натуре попробовать, все прикоснуто, может быть после этого, я бы сказал бы, сделал рецензию какую-то. Ну, так, по видео, может там футашок, может быть подрезанный, а у Молочковой колокольчики. А у Молочковой какой, как ты думаешь? Ну, я даже не думаю. У него, кстати, тоже такой аккуратненький. Аккуратненький, да? Ты мне говорил, ничего не было, тварь. Все-таки, а, она же присылала. А, понял, да, изменяюсь. Все, изменяюсь, ничего не было. Вот, а интересно, какой вот, хотел сказать, у Минки Волочева. Нет, вот у сейчас граву уже вообще, у Сереги поэнзо. Вот, это я знаю. Маленький, да. Почему? Там такая трагедия с этим связана. Так, кого еще? А вот у Бонечки, как ты думаешь, какой он? Мне кажется, у Бонечки такая, вот, не раскрывшись роза. Вот она, вот, бутончик тоже такой. Да, бутончик, она такая. Ну, хоть, хоть, хоть. Она же сушененькая такая. Да. Так. Или засушенная. Так, а у кого еще? У кого мы знаем, кого бы еще обсудить? Так, узов обсудить. У Надежды Паркина. Натура ты какая. А у нас полотненький. И все нормально перетирает с молодых. Там, да, еще. Кстати, Рустам, девушки, работает с Гайк Бабаян. Да. Бабаян. Гайк Бабаян даже делает классический аппарат. Так что, если кому-то подрезать там бубенчики. Миша, бубенчик. У некоторых болтается. Миша! Ну, я не до такой же степени. Просто он хотел сказать, что если у вас там чуть-чуть, девчонки, ну, как бы пропала, что ли, такая упругость, то Гайф Павлович может все здесь раздолган. Ну, конечно. Ну, или после родов там пересечить. После родов, да? Ребят, это была маленькая, остро-родовая травма. Есть же такое? Значит, смотрите, ребят. Значит, вот видишь, мы стали говорить с тобой на эротические темы. Ладно. И зрители сразу стали... А мне, водички? Давай, давай, давай. Еще соку. Давай, давай. Чтобы повеселить. Ребят, мы пьем с Мишкой только первач, только самогон настоящий. За вас, мои дорогие. С Новым Годом. С наступающим. С наступающим. Happy New Year. И make America great again. И вот все в этом роде, понимаете? Мои дорогие, мы вас в самом деле любим. Терехина, я тебя очень люблю. Я так рад, что я тебя обрел. И ты теперь мой самый близкий друг. Мое утро начинается с смс-ки тебе. Тварь ты такая. Давай, за тебя и за вас, любименький. Ну, и я могу присоединиться к твоим словам. Могу. О, вкусненько как. Пьем, не закусывают. Но на самом деле, ребята, это водичка. Мы пьем воду, потому что Мишенька за рулем, а я вообще не пьем. А Мишка пьет только на выходных, и то винишко. Вот так. Соси на Русь. Началось. Как это нет звука? А сейчас есть звук, ребят? Ребят, скажите, есть звук, 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 звук? Давай-ка я сейчас какой-нибудь тенчик на эту. А, звук вообще отстает, ребят. Звук опережает. Отстает, опережает. Ребят, да что ж такое-то. Вот Мексика сделала этот нос. Да, Мексика сделала нос, кстати, тоже у Гайки Бабаян. Слушай, Мишень, я, значит, думаю, я думаю, давай с тобой мы уже будем утожить нашу пробу сегодняшнюю. Потому что мы уже, в принципе, все актуальное обсудили. В следующей неделе мы здесь с тобой прямо перед самым Новым годом. Будем вас, будем вас в очередь разным тематом. И что? Да? Да. Закругляемся? Да, закругляемся любимочками наши. Все, мы вас очень любим. Нет, давай еще вопросы поотвечаем. Буквально. Да, давай вопросики. Вопросики. Руси, у Миши есть девушка? У него есть девушка, каждую неделю новая. В Камерен. Про Глеба подытожьте. Глеб в гостишке, на юго-западной. Ольга его не пускает. Он пытается выйти с ней на связь, общается с ней весь день. Она неумолимая. Я не мусульманин. Но я там. И у него пусть один туда. Кавалярова? Абаратный, да, наверное. Да, туда, к себе, на Дальний Восток. Охренеть, да? Охренеть. Глеб вреется? Нет. Как песня Бузова, не слышал, кстати говоря. Как, что, то есть, хоть скулья там. Слышал этот припевчик только. Что за телефон? Ребята, это Samsung хороший. Так, сейчас, сейчас, мы, дорогие. Так, что там с Бордино? Сюха, вообще, по-моему, в полном порядке. Миша спрашивает. Кто лучше? Кто лучше? Как деловой? Линки Камерен. С Илинкой, если честно, мою связь не держим, поэтому мы не должны сказать ей. Она не выходит на связь, ребят. Она решила. А, нет, нет, нет. Я читал, кстати, там была какая-то тема. Она отметила два года ребенку, и ей оплатил какой-то таинственный поклонник. И все это ржество. Очень хорошо. У нее прекрасный ребенок. Вообще, я Илинку люблю. Зря, я думаю, она. В порядке. Вот она его не замужем. Колян, что там, Колян пьет и не закусывает. На закуску просто нет денег. А завтра я вместе со своим сыном, вместе с бывшей женой Кристиной. Мы едем на новогоднюю передачу, говорим и показываем за Кашанску. Будем, там будут тоже всякие звезды с детьми. Будет очень теплая передача. Будем рассказывать, чей ребенок круче, короче. У меня сын будет прям в парадной форме, в кинтеле. Он очень прекрасный. Мишкин сын, он, знаете, умненький, он читает книжки, в отличие вот от этого балбеса. Родненький. Давайте, а то мы уже воду льем, это неправильно. Давайте, мы вот с вами поговорили сегодня на тему Глеб, обсудили Олеську Кафельникову, обсудили у кого, какой, у кого что там вообще у наших и ваших известных девчонок, что у них там за бутончики. Ну, понимаете, это нужно. Да, это нужно было сделать, ребят. Эротика это главное, это то, что нами движет. Я вас люблю, Мишка, тоже. Миш, скажу, что ты всех любишь, и обнимаешь. Я вас всех обожаю, люблю, живую. Да. И давайте, ребята, до новых встреч. И пишите, конечно, отзывы. Отзывы. Что вам нравится, что нет. Может быть, мне стоит заменить Рустама, взять кого-то нормального ведущего. Или мне стоит заменить Михаила, понимаете, да, ребят? Вот, собственно, взять все-таки кого-то, вот, кого-то, кто действительно вам будет под душой. Венчик, например. Членчик. Кстати, венчик-членчик. Все, ребятки, целуем, пока. Так что давайте. Какой дурак. Еще не конец. А, да? Скотина. Субтитры сделал DimaTorzok